Хей, ну что же, всем доброго вечера, доброй ночи, уважаемые зрители, с вами Рухаб, с вами Гром и Мила, и вчера я так забавно сказала, с вами Громила, Гром и Мила, у нас дуэт можно так назвать, уже Громила, звучит реально очень здорово, ну и у нас, как обычно, Южная Америка, второй дивизион, Infinity против Aoway, либо Волки, как хотите, Вульфы, На самом деле, серия, ну, вообще, должна была быть раньше, более интересной, чем, наверное, я скажу сейчас, так как Infinity, команда, которая идет в рамках второго дивизиона, вообще без поражений, и, в принципе, ну, очевидно, она не проиграла ни одной карты, так что будут являться здесь прям жесткими фаворитами Волки же идут со счетом 2-3, по картам у них 7-6, то есть очень много даже серий, где они выигрывали, проигрывали, они играют именно со счетом 2-1, так что будем смотреть, ну, Infinity фавориты Ну, и вполне вероятно, да, что сегодня мы 5 карт, так сказать, 3 карты увидим в этом Best of 3, ну, а наши друзья из VinLine радуют следующими коэффициентами на эту встречу на Infinity 1.25 И 3.25 на команду Our Way или же на Team Wolf Ну, посмотрим, такой довольно плотный пик получается уже у Our Way, DK OgreMag, Viver также будет, скорее всего, на позицию 4, ну, а для команды Infinity появляется Тусик у нас плюс Квапа Кстати, друзья, пока не забыл, у вас есть также возможность получить приветственные бонусы от наших друзей из VinLine в виде 1000 рублей, если вы нажмете на баннер под окном трансляции, зарегистрируетесь и, соответственно, получаете 1000 И можете уже ее зарядить, условно, даже на этот матч, ну, либо на другое иное событие, на которое вам удобно Ну, вот опять же, да, Infinity, пусть и в статусе фаворит подходит, но мы, в принципе, понимаем, да, на Южной Америке может случиться все, что угодно Поэтому я, честно говоря, не удивлюсь исходу даже тому, что если вдруг Our Way здесь выиграет 2.0 вряд ли, конечно, 2.1 в теории могут, но мой предикт, наверное, все-таки 2.1 на команду Infinity будет Почему-то вот две карты в сторону Infinity или даже в сторону Our Way я вообще никак не рассматриваю, потому что соперник у Infinity действительно крепкий Ну, и бабка появляется, тоже немножко уплотнились ребята из команды Infinity, хороший O.E. Ultimate, ну, такой довольно мобильный пик пока что у команды Infinity Ну, наверное, стоит отметить, что Infinity ни одной карты не проиграли, но предыдущую свою серию O.X сыграли очень достойно Действительно, случается всякое, хотя, кстати, вот в Южной Америке практически всегда выигрывают именно фавориты И вот из прям интересного Beast Coast и Infamous была серия Вот там, конечно, бесты, которые не проиграли ни одной карты до этого, проиграли Infamous с счетом 2.1 Что лично меня удивило, я думаю, что так же удивило многих зрителей, кто смотрел эту серию Пройдемся, да, по драфтам Ну, ты в целом уже сказал, что появилась у нас Snapfire, добирают себе Bloodseeker Я, честно, вот Bloodseeker в плане первой позиции не очень люблю, либо люблю, когда он появляется с каким-то героем, который тоже может в лейте наносить именно урон с турки Например, там, не знаю, SF в миде, либо Templar То есть такой вот драфт Но Infinity решили, что и так, в принципе, сойдет Queen of Pain в мид, Snapfire, тускар, четверка, пятерка, Bloodseeker на легкую линию И, скорее всего, так будет у нас идти драфт Единственное, что мне интересно, что они захотят вообще сделать Это у нас Snapfire будет пятерка, тускар четверка, я так понимаю Либо наоборот, вот по линиям, как они расставят Я так понимаю, Infinity оставляют себе именно тройку на ласт пик Ну, в теории, на самом деле, тут можно по-разному сыграть БС можно, например, в мид, квапу поставить в тройку Ну и в единице кого-то придумать себе еще, почему бы и нет Я думаю, что, ну, по дефолту, по идее, скорее всего, должно быть квапа в мид, единица сикеры в тройку сейчас кого-то добрать Это наиболее логичный вариант Так, на ласт пик будет у нас у команды Our Way, ну или же Team Wolf Гирокоптер добирается на позицию, ну, один, понятное дело, потому что Огры здесь пятерка Вивер четыре, ДК центр, Гирокоптер один Ну и такая вот тройка тоже осталась для команды Our Way Они могут еще сыграть с Драгонайтом в сложную линию, но здесь уже ДК будет стоять против Блаттикера Блаттикер вроде бы должен стоять вообще без особых проблем ДК, конечно, плотный, но интересно будет наблюдать за этой линией Я уже говорила, что, ну, кстати, не было-не было ДК, а уже, по-моему, третий Драгонайт у нас появляется так-то Притом один в сложной линии был, один в миде Ну, я второго вижу, то есть вчера мы с тобой смотрели, и вот сегодня Один день я пропустил Так, Разоров бан отправляет нас команда Our Way Думают, на самом деле, что это все-таки тройка Разора мог бы быть, но... Кстати, мы вчера тоже видели тройку Разора Он неплохой Ну, у него что-то не пошло на линии вообще... Ну, они игру выиграли все равно Ну, так или иначе, да, там импакта стройки, там он не особо много вынес Разве выиграли? Да-да-да, они выиграли Уже забыла, видимо Ну, там, на самом деле, вообще ни разор выиграл ни разу Вот, вообще ни разор Там выиграл Terrorblade Ага, точно, ТБшка Так, ну и последний бан Думают, что Infinity, что именно ДК отправится в мид Поэтому банят хардлайнеров Здесь, на самом деле, можно какого-нибудь... А, бейсмастер уже в бане Марфа Ну, кстати, думаю, что позиция 1 Теория могла появиться для команды Infinity Но мы сейчас узнаем Очень интересно, что думает Infinity То есть, я говорю, тут опция пофлексить Ту же квапу с сикером может быть вообще идеальной Смело можно квапу в теории отправить на сикера там в мид, к примеру И добра сейчас единицы Снепка на 3 В теории может тоже залететь А как Виспер отыгрывает обычно Но не так много, на самом деле, игроков, которые... Мейнет Снефаер третью позицию Ну, тройка снепка, на самом деле, неплохая Учитывая то, что снепка, которая идет в физ-урон То есть, там, на самом деле, с Лил Шредера Товарищи могут накидывать прям очень-очень больно Условно, ты берешь себе манштор первый И ты уже там, извини, поллица сносишь за один Лил Шредер Поэтому в драке действительно может быть очень-очень больно Ну, посмотрим, 20 секунд есть еще у Инфинси Для того, чтобы определиться, кого им все-таки пикать в последнюю очередь Потому что ласт пик за волками Ну, и волки уже, исходя из того, что пик сейчас команды Инфинити Закроют себе последнюю позицию То есть, они реально здесь могут того же ДК зафлексить на тройку Оставить герокоптеру единицу и в мид кого-то добрать Но, я думаю, вряд ли это будет делаться И у нас краба появляется Не самый очевидный выбор И вот теперь вопрос Краба мид Или же все-таки тройка Тройка вряд ли Поэтому, я думаю, что, скорее всего, краба мид Квапа 3 Сикеры единицы Снэп 4 и Витусик 5 Смотри, они как и хотят сделать Если ДК пойдет в мид Тогда ДБ поставят А если... Сейчас по ласт драфту, по крайней мере, мне кажется Хитрый выбор, на самом деле Да-да-да, Инфинити Да То есть, тоже оставляют себе опцию по флексе Брэд, нравится мне слово флексе Прошу прощения, друзья, что я его слишком часто буду использовать Но, надеюсь, в игре оно будет наименее задействовано Так, ну, 25 секунд Тоже, так знаешь, головоломка своеобразная для команды волков Что им сейчас выбрать? Они прекрасно понимают эту опцию перемещения потенциальных героев по позициям, да, у команды Инфинит? Ну, они ДК себе в минус сыграли Они уже понимают, что ДК куда не пойдет, ему будет сложно Угу То есть, да, ДК действительно тот герой Пока не получит тот же 12 левел Он не особо профитный, честно Ага Вот так, Underlord в тройку ДК мид, Геррокоптер единица Четыре вивера, пять Огромаг Угу Паркер на Сикере Пи-Пи на Квапе Ну, вот еще бы я по никнеймам знал, кто на ком играет, в смысле, на позиции Было бы вообще гигарно А кто тебя интересует? Ну, вот Марьяна, Паркер и Пи-Пи Кто из них в итоге на единицу, кто на тройку, кто на мид? Так, Паркер на первой позиции играет Пи-Пи играет в миде, Марьяна играет на тройке А, все-таки тройка, да, Краба будет? Да Ну, в принципе, ну, Геррокоптер на самом деле там не особо сильно страдать будет, если честно Слушай, а вот это Дастер и Таво, это не те бразильцы, которые были вот, ну, недавно в Бэйту, Дэнди А до этого были тоже в каком-то известном коллективе, которые ездили на Интернешнл Потому что Дастера и Таво, я прям точно помню, что они вроде как бразильцы, но я могу ошибаться Так, короче, Дастер, я не знаю, я тебе рассказывала, что вот есть Яна Медвеста Медведева, и это ее молодой человек, Яна Медведева, это лучший Я знаю, кто такая Яна Да, да, вот, это ее молодой человек Таво, он миллион лет играет У него, ну, можно посмотреть, что у него по... В 21-м году он участвовал на Интернешнл Занял там 17-е, 18-е место Ага И увез домой 100 тысяч долларов Подожди, а интересно, а как вот Дастер, ну, он же... Ну, бразильец, если я правильно помню Ну, в общем, откуда ты из Южной Америки А как они так вот, вдруг, получилось-то? Бразилия плюс Россия, это же... Да Тяжело Ну, ладно, не будем, на самом деле... Они привозили их И они в Украину же привозили, если не ошибаюсь, кстати Ну, как раз с кикбейтом, судя по... Так, ну, ладно, посмотрим Как распределяться линии Так, ну, здесь... А, у него еще и написано по-русски Эйтор Интересно, насколько Дастер знает русский язык теперь Я научу, наверное Причем не русский, а бразильский Португальский, точнее Так, здесь глубокий вижн сразу поставили на вражеский хайграунд Команда волков На инфинити тоже вардишку наклив Соорудили Ну, по рунам, по логике вещей, здесь 2-2 А вивер Расканил Если кто-то в вражеских лицах Ну и поставил тот самый агрессивный вард Слушай, честно говоря, тут какая-нибудь пятерка из инфинити Да и, в принципе, любая другая команда Которая играет за сторону света Уже постоянно на этот клиф Может ставить сразу префайером с entry ward Потому что этот вард, тап-сервер, который ставят игроки Дайер Но он практически в 90% случаев игрок присутствует здесь Ну, тут просто, я знаю, с entryway такая ситуация Что у тебя либо здесь оп стоит, либо здесь Ты вообще можешь сюда оп спеть поставить Здесь не всегда ты угадываешь Ну, в основном Вот, например Как часто бывает Сейчас вот видишь, где они вард поставили Такое сделали интересное Мне он, честно, не очень нравится Но его точно не найдут вначале А вот про килоганги Информацию по перемещениям Про стаки он будет рассказывать Такой Ты про вард на центре, говоришь, не найдут инфинити? Да, видишь, как они сделали А я знаешь просто Ну, я не знаю, почему у меня так повелось Я всегда, короче, прям на центр реки Ставлю между двумя как раз таки хайграундами Я ставлю прям по центру То есть я всегда эти варды нахожу То есть потому что радиус позволяет его найти И слева и справа ставлю всегда два центра Вот если слева и справа Вот здесь вот ставить два центрика То, скорее всего, ты найдешь, да Если два поставишь И это, кстати, очень серьезно на самом деле Бонус и тебе по золоту И твоему мидеру Там по рунам уже в дальнейшем И там подобное Большой плюс Особенно там можно подловить легко На вот за руну воды С каким-то активным саппортом четвертой позиции, например То есть вариантов, честно говоря Много Ладно, посмотрим по линиям Сначала гирокоптер и огармак Вообще линия очень сильная Даже против ДП и Тускара Можно будет попробовать убивать ДПшка, она тоже в рамках линии достаточно серьезная Плюс и Тускар, ну не знаю, честно говоря Даже кто сильнее в этом противостоянии Единственное, что могу отметить Что HVN на гирокоптере очень много играет В принципе играет хорошо Так, а здесь нападение на Андерлорда И он попадет здесь под сало И это скорее всего ФБ будет Ну должен, да, здесь Сикер Подожди, отъедается стиками Еще одна тысячечка Да, и ФБ для Паркера Отличная работа на самом деле Здесь очень круто И Снэпфайр поражал Скатер Бласт Вовремя Блодрайт поражал Сикер Здесь действительно Снизу молодцы Инфинти сыграли очень-очень хорошо Наверху, что у нас Сейчас, подожди, нас еще Может подцепят Вивера Да, Вивера скорее всего Здесь тоже заберут И еще буквально Одна секунда О, успел Еще и подхил Есть там, да Вот сейчас Очень круто сыграла Снэпфайр Она видела, куда примерно Побежал Вивер И она на этом моменте Его подловила на печеньку Застанила Там уже поляна И уйти Сложновато Так, ну Аквапа на центре В принципе проблем особых нет 11-3 у нее крипстат Правда у ДК-14-2 Чуть получше ДК себе взял Драгонблат в 2 Аквапа, кстати, по левелу И его все-таки обгоняет Ненамного, но тем не менее Обгоняет Пресс-файр Добивает крипщика себе Ну, на линии, да, действительно Убить кого-либо здесь будет проблематично Интересно, что на топе происходит Гирокоптер здесь отводит линию Точнее, стакнул себе Кемпик А Огр отвел крипщиков Чуть-кара знает, что Дабл-стак Так что будет мешать Даустеру отводить По крайней мере, должен это сделать К Андерлорду Не знаю, вообще Сикер с Снофайра Очень хорошо эту линию пока Стоят Андерлорд страдает Мне, честно говоря, Андерлорд В нынешней мете вообще кажется Бесполезным По Как на третьей позиции Он и не инициатор Но они, видимо, решили взять такого Мол, у них уже есть Плотный герой Драгонайт И есть еще плотный Огрмак Они тоже пойдут вперед Они решили еще одного плотного взять Которые прям будут танковать Идти вперед И герой коптер из-за этого Должны одеваться Ой-ой-ой Сейчас у нас на боте Одну секундочку На топе, прошу прощения Драка Тут такой своеобразный Размен по УХП Фласку заставляют Использовать Ускара Имеется танго Которую Огрмак дал Для герой коптера Кстати, надо Себе и принести Наверное, уже Какую-то именно фласку Потому что Очень скоро Будет выход на герой коптера Но это было очевидно Это было очевидно Да, герой коптер здесь Ой Выживешь, что ли? А не хватает маны Не хватает Двенадцать маны Ой-ой-ой Ладно Зачем? Он еще и уйдет, скорее всего У меня телепорт есть Да, телепорт и все И просто пау дозун Эть Пятнадцать хп Одну, восемь, девять Ахахаха Ай Хорошо Подоиграли Меха детская радость У меня была Сайта Просто жесть Ну ладно, ладно Все равно, да Потратил бы очень много времени Чтобы вернуться на линию Пешочком, а так, все, уже сейчас прилетит. А, куда прилетит, он ТП-то заюзал. Его пешочком пойдет. Так что плюсов немного здесь. Снизу нападение в очередной раз на андерлорда, и андерлорды здесь могут не отпустить. Хотя довольно больно здесь самому Сикеру уже, если честно. Вторым фаерштормом больно. По хп просел. Не настолько все однозначно еще. Зоне фивер. Печенька. Ой, как же здесь бабку солит, а? Реально, отыгрывает прям. Идеально, правда, фивер ее набирает здесь, но фивер остается без ресурсов. Да, ну ладно, я думаю, он сходит на базу, урну себе заберет и, в принципе, на линию вернется. Хотя, может, просто на хп еще пока что постоять, почилить. Но здесь все-таки логермак отвел эту линию крипчиков, подстаткнутый кем, а у нас у гирокоптера ПТ-шка, да, пока что будет в планах. Здесь в Рэйсбэнд не крыжные стики. Так, ну а снизу довольно активно это тут. На центре, что интересно. 41 на 39 по крипстату у квапы плюс Драгон Найта по-прежнему ровно. Шесты лавала уже есть. Так, ну здесь ДД забрал себе Драгон Найт. Пассивка в 2, в единицу Драгон Тейлы в 2, Брэсфайр. Ну и теперь можно по ДД на самом деле немножко лучше. И по крамсадни. Куда еще и урочек приходит. В это время нашли фраг. На бот на андерлорда просто истязают. Уже 0-3-0. Это только проблема драфта Волф. У них андерлорд был взят на ласт пик. И они должны были закрывать и придумывать себе что-то. Можно было много чего придумать. Вот я, честно, не помню, был там в бане Дум. Тот же самый Дум всегда полезнее. Против, например, той же самой Queen of Pain и ДП до экзорцизма мультимейт давать, за счет которого можно забирать. Здесь никакого хорошего сейва нет, разве что сномболк Тускара. Но, опять же, это там не Орак лоу-тимейт, да, нижний башня и так далее. И посложнее его использовать. Там не Абадон какой-то в драфте. Не имею в виду. Тут, на самом деле, на коробу можно выйти. Там есть два заряда в урне у Вивера. Вивер с шукчами. Не попадает, на самом деле. Ну, ладно, червячками. Подспамил. Но пока что урну свою не тратит. Нужно еще одну секунду до ошибущей. Ну, выбивает капельки. Да, здесь действительно короба плотная. Конечно, убить будет крайне проблематично, если вот ее условно на корню не зарубить. То есть, если не застать ее миспозицию, тогда ее, действительно, убить будет практически невозможно. Но здесь андерлорд фармит застакнутый кемп у себя в лесу по третьим файр-штормам. Так что он чувствует себя здесь максимально комфортно. Колечко энергии на имеется. 7 стиков. Все нормально. Дальше будет соларинг. Ботиночек тоже не подошел, потому что не уходит. Идут под тавер, снэпфлайр прилетает, печеньках, минутпайн так же здесь. И андерлорд тоже умрет. Ну и на тройке забирают андерлорд. Там руптур на него потратил, да, сикер, поэтому и под тусиком все это дело было тяжело уйти. ДК в это время старается забрать вышку мидия. И вот сейчас, возможно, выход будет на него. Он очень плотный. Он втроем. Они могли, честно говоря, его попробовать забрать. Если бы, например, попал с сноупом, просто еще снэпка потратила свой утимейт. Вивер еще очень круто откинулся. со своими жучками по трем героям, да, и они уже не хотели тратиться по сармору. Соник Вейв, да под Аркейн Руной, конечно, Крин оф Пейн, что выдало свои способности, что тоже очень приятно. Так, ну в это время у Герокоптера левел 6 имеется. Пока что не вкачал себе кулдаун, а вот теперь вкачал. Все нормально. Есть ПТ, стики. Ну и дальше, дальше во что пойдет. Falcon Blade. Окей, окей. Здесь виверочек пока что на самом деле левел 5, хороший левел. Видел здесь тусика. Ну вот тусик огромные проблемы. Да, у него есть два стика, у него еще есть сноубол, ну и он просто укатывается на крипов, все нормально. В принципе, подвышка у вивера не полезет. Вот 6 получил бы, можно было бы чуть поагрессивнее, конечно, сыграть. Так а в блинк сразу идет, что интересно. Хочет в инициацию. Ох, вивер, вивер. Ну ты по ауте ушел. На самом деле еще не так плохо, я думала, что успеет подойти допустим, даже самая Snapfire, но вивер без телепорта будет, и это самое дает нам возможность напасть на Underlord, Конечно, плохой. Сноубол, 4 героя за него. Выехали, забирают его. Приходит, правда, Драгонайт, будет забирать в ответ Скаром. Queen of Pain без телепорта. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, кстати, может быть грустно здесь. Курьер ползет к ней. Да. Ну теперь уж точно спалили ее, но ТП она вроде как успевает все это сделать. И Овермаг не это за деревца не увидел. И Курьер, если еще уйдет, да, Курьер уходит. Просто. Неловкий момент, получился для команды Волков. Ну, кстати, смотри, 9-4 по счету, но все равно больше тысячи преимущества у команды Волков. А вот теперь уже уинклинили. Т1 снизу практически упала. Продолжает насетать на него короба. Но вот размена по ТВРам пока нет. ДК на самом деле уже второй раз, или третий, если честно, принимает форму и харасит вышку снизу. И вышку снизу будет падать. Знаете, друзья, 2-0 пока по обжекте. Ух, та пульта сверху есть, поэтому Т1 на топе забрать. Ну, а занято пока тем команда Инфинити, что гоняет во вражеских лесах Гирокоптер. Опа! В очередной раз Андерлор является приоритетной целью. И вот Гирокоптер еще более того забрали. Шикарный момент целью их подратили. тем более они сейчас еще и Громага могут пробить. Главное, чтобы Квин оф Пейн ушла, но Квин оф Пейн отпрыгивает сбить с себя Паучка, она сбивает, за ней бежит Вивер, и она на развороте пытается что-то с ним сделать. Не получается, правда, забрать. Размен 1-2, двух коров в одного. Думаю, что тут все равно неплохо. экзорцизм в кулдауне УДП. Идут дальше Дастер мультикаст. Пошел по Тускару. Вивер таймлапс уже потратил. Дастер идет вперед. Сюда прилетает у нас уже Гирокоптер. Поляна от Сикера. Идут дальше замедление. Здесь Тускар просто пытается зонить трех героев, чтобы не добились здесь, если что у нас снэпку. Но уже пришел Паркер, который на развороте начинает драться. И Гирокоптер погибает два раза подряд. Сикера очень быстрый, но здесь одну тычку буквально нужно сделать. Это даблкил для Вивера. В общем, мега килл. Вивер бегает. У нас экзорцизм был, но тратить его в такой ситуации не было никакого смысла. И даже не знаю, размены у нас просто со всех сторон. Супер активная Тота. 5 в 2. По-моему, не совсем это правильная статистика, учитывая то, что Гирокоптер поможет. Обважно Гирокоптер умер. погибал, тем не менее, тем не менее, не все так плохо. У Ауэй, они на данный момент даже ведут больше, чем тысячу. Ну, меньше, чем уже тысячу. Ну, в итоге, кстати, один на центре так и не забрали команду Инфинити. Поэтому здесь еще раз подраться. Но из положительного для Инфинити экзорцизм не был потрачен. Да, Соник Вейв потратил эквапан, там убивали Гирокоптера. Довольно быстро его стерли, но через 18 секунд Соник Вейв снова будет активен. Интересно, посмотри, кстати, КВП играет в Бет Шадоу Страйк. Примечательного момента. Взяла себе левую линию талантов. Взяла она на 11 силе. В стаки Дастер постоянно делает приходит Ускар, Поляна, станщик от него же и Декам, прожимая свою тиммейт, добить нужного Гармага. Ребят, нужно, нужно, да. Мега килл для Квин оф Пейн. А где Краба? Вот она, в ДП в миде. Подрубает экзорцизм. Сейчас Сайланса можно поделать. Сайланс не прокачала еще. Печенька под юверу контроль. Соник Вейв стирает его. Герокоптер кулдаун на Герокоптер фокус. Герокоптер также погибает. Под экзорцизмом все это дело проходит. На Андерлорда переключается. Андерлорд также отлетает. Ну и теперь будет падать вышка. Размен Snapfire четырех героев Ауэй. Сразу же ответочка со стороны Инфинити. Притом уверенная ответочка учитывая то, что они еще это все дело Тауэром подкрепили. Сами правда Тауэром в миде они уже достаточно давно потеряли. Саша Кая будет от Квин оф Пейн. Здесь еще большое количество стаков которые можно было подфармить и помогает своему тиммейту. Хотя чуть-чуть еще просто один из Соник один из Крем оф Пейн и уже приятно приятно Дастер только смотрит как его стаки забирают забирают драгонайт к хосту Пейн не прочекала этот момент либо не хотела подставляться действительно можно было встрять учитывая что то, что у ДК уже имеется брик тем более Хеликоптер хеликоптер бедный вертолетик честно говоря давайте посмотрим общей ценности да гирокоптер пока что четвертая позиция 6000 форса ну не особо много на самом деле отстает на полторы тысячи от сикера но он три раза умер за две минуты это вообще не то что нужно гирокоптер то есть могли на самом деле принимать драгу даже втором или лучше просто отдать Т1 на центре и сделать какой-то спейс для гирокоптера а гирокоптер в итоге в эпицентре событий был да ну герой на самом деле вроде и плотный да там практически полторы тысячи кб там есть тики но нет аганимов а вот нужен аганим бкб и дальше уже эти сатаники уроны так виверте временем кстати с веселем уже это приятный момент сикер конечно веселем очень очень сильно боится и пока что нечем все это дело диспелить так кстати пока ты вообще форму прожимает прям только появляется он эту форму прожимает причем просто крипов пытается быстро пофармить нужно он пошел через айтем билд который существенно его фарм убивает и ну я про то что скорость фарма с блинком на допустим ниже чем с армлетом блинк не дает никаких статов и тебе нужно как-то реабилитироваться ну и пока хочу отметить что у фдр это получается потому что он своими команде на первом месте по надфорсу в игре вообще на втором биверс дабл дэмэджа дк после блинка собирает себе первым слотом блек и бар неудивительно на самом-то деле ну и сквозь бкб здесь тоже честно говоря урона хватает так ну что по артефактам вивер пока с ддшкой бегать на самом деле вивер здесь наваливать очень-очень больно под четвертыми шикучами под весом имеет оптимейт ну и дальше конечно я думаю вагоним хочет ее все-таки вернуться не вернуться а пойти точнее а в это время кая плюс сэнш для квапы дальше попытка выхода в линку ну и попытаются забрать драгонайта но дк будут убивать очень-очень долго у него в рюкзачке трасти шауэл так здесь нападение будет на товарища андерлорда его смяли sonic wave не пожалели было бы обидно если бы он еще и улетел бы на лох тикер с бкбшкой это говорит о том что паркеру сейчас можно играть очень активно очень позднее на самом деле аганим герокоптера появился существенно просел по фарму и у нас заход на рошана с диворцизмом этого рошана должен заправить очень быстро опять же ну кстати вот я недавно да сказал что нечем диспелить вес вот тебе и бкб появился но с рошаном опять же могут завоевать территориальные преимущества себе команда инфинити да они потратили экзорцизм и две минуты теперь они просто будут ходить по лесочкам и фармить но после того как появится экзорцизм будут ребята активно идти на т2 в центре либо по нижней линии пройдутся потому что ну нужно бы пройтись по ней банально потому что крепы здесь вплотную подошли выпивают аегис очень быстро да и повезло на самом деле сикеру что вот именно ему дали могли на самом-то деле и квинов пейна дать учитывая того что у нее этого каба нету ну паркер мне кажется сам пожалел бкбшку что ушло ну да так ну вивер пока сильный вивер вносит очень много урона да и сразу пойдет все-таки вагоним так ну и здесь попытка цепить андерлорда убивает курьера для вивера так ну и вардишку здесь вот керочек ломать так врывся на обермага вот отсюда нет пусть очень быстро убивает его но благо здесь никто не вписался в эту файту команду волков потому что вписались но там поражал бы бкб сикер сразу руптуры и поехали по накатан на топе дк здесь парни дк а есть чем сбить печенька да а все дк и пипи забирает себе фраг дк конечно в этом моменте перенаглел так хотел забрать тавер бкб у него еще не было так что так у нас в профетке форставчик так-то уже может прилететь 2600 у нее райт кликом просто докупает себе код рстав точнее став оф визар и рецепт и уже не так просто ее будет убить может я думала сейчас говоря юла она соберет в принципе как один из вариантов это и контроль обычно на дп вот как раньше играли через юл сейчас это не так часто встречается но учитывая то что она на третьей позиции предполагала что именно юл раньше брали чтобы затаймить салом юл раньше брали чтобы сбить фокус основной не сайленс был причиной было вот именно чтобы дпм огла жительность сифон же работает ну да и она летает на этих ветрах плюс экзорцизм это время работает да да вот как раз это сайленс это конечно важная вещь это если для инициации а вот именно в основном и дп должна инициировать по-моему раньше сифоны посильнее были не есть не ошибаюсь в какой-то момент видишь дп сейчас редкий гость в драфтах так в смачках вылазка будет от команды быстровенно их преимущество растет сикер набирает но вот гирыч гирыч кстати чуть по темповее стал уже огонь появился огонь появился и скорость форма существенно изменилась он уже начинает это когда не врезовывается в это время везде подловили ой-ой-ой-ой просто посмотри два сантричка поставили а этот парни нашли обидненько даст от переиграл так но здесь в итоге тусик можно не уйти или баркер к примеру ой баркер дерется до конца и ветра поднял вообще по-моему вовремя там тп делал так ну можно по-чейзить можно по-чейзить по-пази загоняет полетел дк дк еще без бкб и то есть у него уже бкб закончилось оооо какое сало шикарное вивер вивера вивер еще одно сало сверху таймлапс и все ушел инвиз равно неувязываемость так 2 надо забирать пока все равно заберут и рошан последующего на самом деле а сколько дорожил долго долго рошан три с половиной минуты только до примерного тайминга бкб наконец-то появилась на гирокоптере ну вот теперь ауэй должны идти драться вообще желательно конечно было драться уже в этом моменте с кирчем потому что он все-таки с бкб и какой никакой это шанс для проведения хорошего файта имеется но они знают что экзорцирус в холдауне поэтому нападение на дп помогать дп здесь нечем использовали смок сикер бкб есть собирает себе дальше манта стайл манта с хорошим решением против андерлорда не самое лучшее решение наверное против гирок но кому как на самом деле так ну что снизу т2 упадет очень быстро у команды инфинити но там на самом деле уже и наверху крепых складные т3 вышки походить поэтому здесь придется вернуться рано или поздно ну и вражеский аванпост захватывает пока команда волков так дрошана дрошана две минуты примерного времени смог теперь со стороны инфинити заходит на хайграунд вперед должен идти либо угармак либо желательно андерлорд тускар проживаются драмы отступают дк значит вот тускар в это время стерли гирокоптер который в спине был не успевает поражать даже бкб а тускар если пор жив теперь фокус идет под астером с другой стороны забирают тускар а бкб находится сикер пытается уйти до касс подключить и порт понимает что ему уже ничего сделать нельзя лизя и огар забрали андерлорд ветра и улетает на своем ультимейте на дар рифте на базу не лучший замес учитывая то что смотри они вторым темпом хотят подраться серьезно ну и да отсутствие бкб у секиры конечно звучит как повод это не хотят без гирокоптера драться неужели нападет своеобразное решение стороны учитывая что они дерутся три в четыре и проигрывают они много дка погибает сейчас забирает он уже не улетит потому что ультимейта в кулдауне гирокоптер летит будет добивать там кстати ресурсов уже не настолько много но снапфайр должна погибнуть снапфайра не забрали и гирокоптер бкб имеется приходит сюда огармак сейкер попадает под выл отступает шива появляется шива появляется дп она все таки не купила себе форстап ну и на оптра выход не понял я мув от команды волков но они знали что гирокоптер скоро ресница мол побайте да нет драка 3 на 5 было до гирокоптер 20 секунд 3 на 4 дускар тоже был в таверне тот момент не они же приняли драку еще с тусиком вот я и говорю 5 на 3 была драка я еще такой да нет по должны выходить не должны примет и влетает в итоге под формой дк дает стану это еще тоже так эти пути вас бы ничего не серьезно я тоже с этого момента немножко прибалдел но это вообще неразумный выбор был то есть у дк она уже закончилась бкб к тому времени то есть вы очевидно но этот файт проиграете да ну волки сами себе на самом деле подруинили очень много моментов то есть очень классный был мув был выходом на т2 снизу они сломали вышку забрали аванпост можно было дальше просто ждать следующего рошана под фарме там шмотки для гирокоптера и уже дараться они по форс или отдали еще преимущественно теперь смог со стороны а вы бкб имеется сатаникс драгонайт даже не кирасу как планировал изначально кираса на нем смотрится очень хорошо может похоже и появится идут так но здесь виверочек полетел на правах так скажем скаута искать информацию своей команды но вот рошан появилась и как же в тайминг для команды волков он в теории можно помочь неплохо бустануться но успевает по таймингу инфинити прилететь под этого рошана и уходят и уходят да все это прекрасно понимаем она еще подбили рошана как бы вообще приятно понятно а вот такой инициации прям массовые нет и начинает драгонайт летает над ускара под сейф у нас пошел печенька со стороны снэпфайр дп экзорцизм имеется экзорцизм неплохо было бы подрубить и как же здесь шикарный плюс еще и sonic wave это все дело забирают драгона забирают нас герокоптера забирают обру мага забирает вибра варгана жена от ускара убивает и к андерлорд улетает с помощью дарк рифта но это конечно провал теперь уже можно сказать что камбэкнуть будет очень сложно 10000 преимущество второе рошан достается у нас и инфинити и 31 13 самом деле по счету все вообще выглядит разгромно да еще какое-то время держались то есть могли что-то сделать вот эти макро моменты то есть вот герокоптера когда забирают в спине где-то не вместе ходят замес разделили за ход на рошана когда думали что может им просто повезет успеют забрать такой был своеобразный риск я честно говоря даже такие моменты в играх возможно и могу поддержать учитывая то что они проигрывали если бы им достался рошан то за счет аэнгиса они могли полностью камбэкнуть тем более вместе с шартом но в данной ситуации 13000 преимущество это уже так ну что поехали 13000 перевес и как это вернуть все делал волкам ответ на этот вопрос у меня пока нет возможно он есть у самих волков на самом деле имея ягис не грех зайти под т3 но хотел дождаться экзорцизма через минуту в идеале конечно все таки до дождаться экзорцизма и сим спешить пока нет некуда развели правда на глиф я думаю что это вполне неплохо часто чтобы сикер под регинился немножко снапка взяла еще печеньку с талантом на 200 излечь из излечивать здоровье в принципе хороший хороший талант сикеру самое то но вот вивер конечно здесь очень много нападение на снэп фаер снэп фаер под фокусом и сикера пошла раптура нас на драгонайта бкб со стороны сикера и дк дк будет очень больно дк умрет в форме у него есть байбек андернорд сразу же улетает его скорее всего заберут и заберет он свою команду уйдет с помощью дар крифта что действительно получилось сделать выход был совершенно непонятно с их стороны снэп фаер с одной стороны да звучит неплохо теперь она просто байбекнулась и дк есть и байбекнется без формы и что тоже очень неприятно без блоки пара и несет себе в итоге у нас гирокоптер сатаник ну вот дополнительно удастся время прожить и культуру нанести сопернику но нет такого типа моментального урона у команды волков которые могли бы знаешь сразу за драку выключить там одного-двух героев то есть пытались снэпку здесь закрыть двоечка под стан на дк под вивера с веселем но бабка тоже довольно плотный персонаж гирокоптер решил захватить аванпост а чего я чё бы и да сейчас сикер придет просто и все да неважно он просто потратил бкб и теперь соник вайфор кин оф пейн и минус ачвайн спайр не дайте мою сандер лорд и теперь будет сторона стар а гг в принципе понятно это грамм что здесь уже что какой-то не начали пытаться то есть и даже не были близки к тому чтобы перевернуть карту видите очень уверенно реализация драфта на 10 из 10 чего не сказать о их оппонентах во первых конечно вот этот последний пик андерлорда который я вообще не поняла у вас имеется последний пик и вы берете себе хардлайнер то есть вариантов было реально очень много они берут андерлорда которые априори так хорош против лассейнера в рамках линии проигрывает эту линию салат 011 16 статистика хардлайнера ауэй не самая приятная статистика ну ладно друзья впереди как минимум еще одна карта поэтому пока что небольшая пауза и вернемся к вам уже второй карты это противостояние